Олимпийские игры – кульминационное событие в жизни любого профессионального спортсмена. Скандалы вокруг российской сборной в преддверии летней Олимпиады в Рио не оставили равнодушными, пожалуй, никого. Бороться за медали в условиях жесткой конфронтации сейчас пытаются получивший допуск на Олимпиаду спортсмены, и уже это делает их героями в глазах болельщиков. Смотрите Олимпийские игры в России? Смотрю. Вообще непонятная история. Там нас вообще засудят. Ну, хорошо, если седьмое место мы заработаем вообще, то дай бог. Тот маразм, который был перед Олимпийскими играми, уже, по-моему, даже оценивать не стоит. То, что эта кампания была организована, по-моему, всем ясно, даже тем, кто ее организовал. Но наши молодцы. Вопрос об отношении к российским спортсменам в ходе Олимпийских игр обсуждается на федеральных каналах, в обществе, всюду. Например, вызвало вопрос и адекватность судейства во время схваток российской дзюдоистки Натальи Кузютиной, которая проиграла японке Мисата Накамуре в четвертьфинале. И особенно Дениса Ярцева в схватке с грузином Таталашвили. На мой взгляд, и в схватке с Денисом Ярцевым можно было дать Япону. И он бы продолжил схватку за выход, он уже боролся бы за выход в финал. И приблизил бы нас к золоту и себя тоже. С Наташей то же самое. Ну, знаете, как мы... Просто между Вазарией и Японом очень маленькая разница. И здесь субъективное мнение судей, оно тоже влияет очень сильно. Россияне представлены во всех семи мужских весовых категориях и в пяти из семи женских. Главной надеждой сборной был рязанский спортсмен Михаил Пуляев, который вышел из борьбы за медаль после первой же схватки. Где-то произошло на психологическом уровне, потому что, конечно, после двух финалов на чемпионате мира мы все надеялись, я думаю, что и Миша понимал, что он может быть в финале, он может быть в тройке однозначно. И здесь, порой, знаете, 20 лет, идя к какому-то, к своей мечте, ты вот за шаг до мечты, ты где-то не то чтобы дрогнул. А ты понял, что она вот настолько близко, настолько рядом, что ты не поспал две ночи, да, и ты уже не тот. Между тем, уже тот факт, что Михаил принял участие в Олимпийских играх, подтверждает его статус великого спортсмена и дает нам повод в очередной раз гордиться своим земляком. При этом в копилке российской сборной к сегодняшнему дню уже две золотых медали, завоеванных дзюдоистами Бесланом Мудрановым и Хасланом Халмурзаевым. Несмотря на сложную ситуацию и отношения к спортсменам, россияне борются и показывают высочайшие результаты в спортивной гимнастике, фехтовании, плавании, а мы продолжаем поддерживать их и болеть за своих героев. К настоящему моменту сборная страны находится на седьмом месте в общекомандном зачете. У наших спортсменов 12 медалей – 3 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых.